Приветствую всех любителей игр на ПК! Сегодняшний видео обзор посвященный самым масштабным стратегиям, которые вышли в 2023 году. Если вы настоящий стратег и не можете представить свою жизнь без умения планировать, управлять ресурсами и побеждать на поле битвы, тогда это топ именно для вас. Так что не забываем заглядывать под видео, потому что там расположились ссылки на полезные ресурсы, где любые игры можно приобретать с хорошими скидками, не дожидаясь распродаж. Ну что же, давайте же вместе узнаем, какие громкие релизы уже вышли и какие новые миры мы можем завоевать. Варлор Британия – это смесь симулятора, экшена и стратегии, уникальность которой заключается в том, что она основана на исторической достоверности. Мы возвращаемся в первый век нашей эры, на просторы Древней Британии, и берем на себя важную роль отважного предварителя римской экспедиции, с которой предстоит завоевывать далекие земли и постепенно избавляться от своих врагов. Вы должны контролировать каждый аспект своей армии, правильно распоряжаться ресурсами и внимательно следить за боевым арсеналом, который всегда должен быть насыщен оружием и атрибутами защиты. Строите лагеря как убежище и места отдыха для своих солдат. Бросайте вызов, исследуйте локации, захватывайте земли и возьмите под контроль большой остров, чтобы еще больше расширить свою компанию. Динамика игры хорошо продумана, но вы должны действовать осторожно и продумать свои стратегические планы, чтобы не совершить ошибок и не дать противникам шанса на победу. Драфика порадует вас приятной анимацией и уникальным стилем рисунка. Total War Faraon – это стратегия в реальном времени с кинематографической графикой и проработанным до мелочей геймплеем. Легендарная цивилизация Древнего Египта находится на грани полного краха после правления фараона Мирнептаха. Мирные жители взывают к новому правителю в надежде, что тот урегулирует конфликт и вернет ту жизнь, которая была раньше. Вам предстоит стать последней надеждой своих людей и сделать все возможное, чтобы они обрели рай на земле. Принимайте сложные решения, расширяйте города и становитесь сильнее с каждым днем. Ведь вам предстоит столкнуться не только с внешней угрозой, но и с внутренними проблемами государства. Проявите себя в качестве мудрого императора или станьте причиной полного исчезновения страны. Интересно то, что игроки обладают полной свободой действия, что дает возможность самостоятельно выбирать путь развития. Вкладывайте все средства в армию в попытках как можно быстрее расправиться с иноземными захватчиками. Или грамотно распределяйте ресурсы среди своего населения, стараясь поддержать тонкую грань между внутренней и внешней политикой. Захватывайте новые территории и обустраивайте их по своему усмотрению, возводя постройки различного назначения и совершенствуя имеющихся юнитов. Главной особенностью стала динамичная смена суток и погодных условий. В зависимости от погоды может пропасть видимость, как например при песчаных бурях. А продолжительные грозы замедлят продвижение ваших войск, из-за чего придется совершать стоянки и переждать непогоду. Также на состояние армии влияет изнурительная жара и прочие факторы, которые не так-то просто уловить. The Great War Western Front – это стратегическая игра, которая перенесет вас на поля сражений Первой мировой войны. Игра сочетает в себе стратегические элементы и пошаговые бои. События происходят в 1914-1919 годах на Западном фронте. Перед битвами игроки могут выбрать сторону конфликта, который является Антанта и Центральной Державы. Уровни представляют самые важные сражения и исторические события. По мере прохождения игроки отправляют солдат в бой, исследуя новейшие технологии, создают маршруты снабжения и распределяют ресурсы. Кроме того, под нашим контролем будет полевой менеджер, который принимает участие в тех или иных матчах. В боях, которые ведутся в реальном времени, игроки командуют войсками, роют окопы и штурмуют вражеские позиции. Динамическая смена погоды влияет на ход событий, и большинство стычек происходит как в жару, так и во времена метели. Погодные условия влияют на скорость передвижения артиллерии и армии. Действия также меняют внешний вид уровней, что может быть полезным при разработке стратегического плана. Spellforce Conquest of EO Это захватывающая игра, сочетающая элементы стратегии в реальном времени и RPG, предлагающая игроку множество возможностей для исследования и прокачки своей армии. Игра происходит в мире EO, который разделен на несколько континентов, каждый из которых населен разными расами, в том числе людьми, эльфами, гномами и орками. Геймер играет за команду героев, которые путешествуют по миру EO, исследуя его, сражаясь с врагами и собирая ресурсы. Герои могут прокачиваться и получать новые способности в зависимости от выбранных навыков и профессий. Игрок может построить свою базу и развивать ее, чтобы получать доступ к более продвинутым юнитам и технологиям. Есть возможность прокачивать юнитов и улучшать их снаряжение для улучшения боевой мощи армии. Игра имеет режим мультиплеера, позволяющий игрокам сражаться друг с другом или объединяться вместе для совместного прохождения кампании. Company of Heroes 3 Продолжение серии пошаговой стратегии, события которой разворачиваются в реальном времени. Театром военных действий выступает Средиземное море, где также важно принимать стратегические правильные решения, планируя каждый шаг. Игрок отправляется на сражение, которое разворачивается на динамичной карте мира. Здесь есть горные перевалы, прибрежные зоны и пустыни. Для каждой из локаций важно подбирать особые тактики для получения максимальной выгоды. К примеру, на равнинах стоит прибегать к разведке, укреплению обороны и скрытности. В данной части предложена самая масштабная одиночная кампания с особенностями песочницы, где игрок выступает в качестве генерала, который управляет общим процессом, а также в роли стратега, который пытается победить противника умом. Для этого стоит наладить важные линии снабжения и прибегать не только к наземным схваткам, но и наносить удары с моря и с воздуха. В ходе битвы можно взять тактическую паузу, что позволяет продумать дальнейший план развития и спланировать действия. Здесь реализована максимальная разрушаемость объектов окружения, где в качестве укрытия можно использовать любые разрушенные объекты и здания, а сам процесс сопровождается особыми визуальными эффектами. Total Conflict Resisting. Крутое сочетание стратегии и шутера, где все действия будут происходить в режиме реального времени. Мы отправляемся на просторы фэнтези государства, расположившегося на небольшом острове, которое до недавнего времени процветало и совершенствовалось. Все изменилось ровно в тот момент, когда власти пришло время смениться, а во голову государства встал жадный, коварный и жаждущий денег правитель. Прошло уже более двух десятков лет, а от былой процветающей страны совсем ничего не осталось, повсюду разруха, упадок и безработица. Нам же предлагается исполнить ответственную и важную роль, роль предводителя масштабного восстания людей, которые больше не намерены соглашаться с законами и готовы сделать все, чтобы свергнуть власть. Графика наделена реалистичной атмосферой за счет своей рисовки и звуковыми эффектами, а также игроков точно порадует незаурядный и непредсказуемый сюжет, где все действия будут зависеть только от тебя и твоих действий. Rache of Fondas 4. Это продолжение очень популярной игры в жанре стратегической RPG. Она перенесет нас в захватывающую фантастическую вселенную, где мы будем играть важную роль. Роль лидера, чья задача заключается в том, чтобы привести свой народ к процветанию. С самого начала ты создашь уникальную расу и будешь стремиться развивать ее в лучшую сторону. Как лидер ты будешь улучшать свои профессиональные навыки, так как каждый уровень игры становится все сложнее. Во время игры тебе предстоит сражаться с различными противниками, так как завоевание территории является одной из основных целей игры. Для этого важно проявлять свои стратегические способности, тактику и смекалку. Кроме того, необходимо следить за экономикой и учитывать желания горожан, чтобы обеспечить комфорт и безопасность их жизни. Но одним из главных достоинств игры является ее визуальное исполнение, которое наделено красивыми эффектами, яркими цветами и реалистичностью. Pharaon Anju Era. Это ремейк одноименной градостроительной симуляционной игры, выпущенной в 2000 году. Вы снова возьмете на себя роль величественного правителя древнего Египта и переживете со своей империей знаменательные времена. Вы будете строить, управлять поселениями и крупными городами. Строите жилье и ожидайте увеличения потока мигрантов. Обеспечьте их достаточным количеством пищи и питьевой воды, а затем распределяйте своих жителей по основным рабочим местам. Развивайте торговлю, собирайте ресурсы, произведите товары и торгуйте с другими поселениями. Жизнь вашего города будет полностью зависеть от выбранной вами стратегии. Вам также будет нужно подумать об охране границ, поскольку злобные племена варваров и мародеров всегда в движении. Продлите жизнь фараонов, построив великолепные гробницы. Способствуйте процветанию вашего народа и следите за тысячелетней древностью. Игра предлагает режим кампании и сценарий фри-ту-плей. А для поклонников оригинала существует дополнение, посвященное правлению Великой Клеопатры. Мехабеллиум. Экшн-симулятор с элементами стратегии, события которого происходят на просторах далекого колонизированного мира. Тебе же достается важная роль. Роль главнокомандующего целой армии мехов, которые будут вступать в ожесточенные схватки с множеством оппонентов. Первым делом ты займешься настройкой своих юнитов, наделяя их определенными навыками и боевыми способностями, которые затем повлияют на ход боя. Каждого участника своей армии важно постоянно развивать и модифицировать, ведь враг имеет способность наращивать силы и становиться могущественнее, тем самым уменьшая твои шансы на победу. Важно проявлять себя как профессиональный стратег и с самого начала расположить мехов в правильном порядке на поле боя, заранее продумав ход событий и сделав все, чтобы победа оказалась именно в своих руках. Визуальное исполнение отлично продумано, обладает массой крутых эффектов и небольшой реалистичностью, а все действия будут происходить с видом сверху, что позволит тебе полностью контролировать происходящее на поле боя. Cities Skyline 2 – вторая часть довольно популярного градостроительного симулятора, которая открывает для нас еще больше возможностей и погружает в еще больший реалистичный мир. Все твои идеи могут превратиться в жизнь, нужно лишь приложить немного усилий, составить правильный проект и запастись необходимым количеством ресурсов. Ты создатель городка, который постепенно приведешь к процветанию, выстраивая всевозможные сооружения, модифицируя их и наполняя улицы уникальными постройками. Прояви свою креативность на полную, достигай поставленной цели и создавай стратегический план действия, который приведет к успеху. Отдельно стоит отметить наличие полной свободы действий для игрока, где город будет жить и развиваться так, как ты посчитаешь нужен. Создавай тихие окраины, шумные и спальные районы и каждый со своей особенностью. Ну вот мы и подошли к концу моего видео обзора о самых масштабных стратегиях 2023 года на ПК. От битв между государствами и эпохи Великой Империи до управления космическими колониями и зарождения новых цивилизаций. Каждая из этих игр обещает доставить вам неповторимые эмоции и нескончаемые часы увлекательного геймплея. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить обзоры о грядущих релизах. И вот вопрос, а какая игра из этого топа оказалась самой интересной для вас? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже. В общем, спасибо за просмотр, друзья. Удачных побед в стратегических битвах и до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok